привет друзья это скима мы рады вас приветствовать по традиции мы освещаем какие изменения в нашем оборудовании происходят сейчас начало лыжного сезона 21 22 год и мы будем говорить про укладчик классической лыжни уралец это вот значит конструкция которой вот мы выпускаем в этот этого года а эта конструкция которая проработала на нашей трассе наверное года три судя потому что здесь фанера еще мы сейчас ламинированную фанеру устанавливаем коричневого цвета да а здесь мы красили и и это была простая вот непроницаемая фанера судя потому что мы еще не ставили такую фанеру значит здесь года три ему вот но можно сразу отметить что вот он три года проработал у нас на трассе три сезона в каком состоянии сами видите понятно что он не очень чистый мы только привезли его вот показать но все у него в рабочем состоянии он абсолютно работоспособный барана не стерлась все мы укладчик сейчас не стали ставить потому что укладчик изменений не претерпел во всяком случае мы говорили какие у нас изменения там были не будем их сегодня затрагивать давайте начнем начнем мы с дышло значит что у нас произошло в новом мы стали серьги вот эти вот удерживающие приваривать сделали такую отдельную сварную конструкцию в отличие от того варианта который был раньше мы прикручивали считаем что это существенно и удобнее и надежнее то же самое можно сказать про узел вот передний где у нас крючок и поворотный штырь сам поворотный штырь остался без изменений точно такая же конструкция здесь она себя зарекомендовала работает хорошо мы ее оставили но тоже в варили удерживающую всю схему мы варили сюда что еще можно ответить ну барана осталась такая же единственное что здесь вот у нас барана съемная но мы приняли решение ее варить потому что не было ни разу обращение что там замена требуется или что-то такое и сами мы тоже сколько не втыкались вы видите что пластина вся разорвана и это уже не первая пластина и не 2 оборудование не деформирована совершенно мы не видим смысла делать ее съемную решили делать ее варную тем более что оборудование не тяжелое значит что еще тут поменялось у нас да мы изменили крепление мышц дышла крепление дышла что у нас было здесь смотрите здесь у нас дышла шло до самого конца да да практически до финишера и здесь находится такой кулак который позволяет это дышла плавным способом регулировать таким образом чтобы можно было к разным снегоходом и разным квадроциклом цеплять это оборудование она у нас состоит из двух сегментов отдельно сегмент вот вы видите который идет к этому пальцу а отдельно сегмент другой здесь у нас между ними расстояние для того чтобы можно было сейчас я возьму и поставлю канистру до для подгрузки дело в том что оборудование достаточно легкая и когда снег очень жесткий то требуется подгрузить непосредственно борону для этого канистры мы располагаем здесь вот поэтому здесь расстояние такое оставлено что мы тут сделали тут мы сделали по принципу как у нас это сделано на урале мы довольно много лет уже пользуемся этим оборудованием и обнаружили что в принципе в плавном ходе смысла особого нет потому что эти фаркопы находятся приблизительно на двух уровнях либо примерно миллиметров 250 от земли либо 500 миллиметров вот поэтому мы сделали точно также два положения для низких фаркопов и для высоких фаркопов вся остальная более точная настройка делается поворотным штырем вот тут хотим мы обратиться к вам если кто-то пользовался этим оборудованием например от у вас вот такой вариант да скажите это необходимо если нужно будет мы вернем такое положение но мы не сталкивались с тем чтобы это все таки было необходимо так сделать мы упростили его считаем что она стала более что ли надежная в этом плане меньше соединений а значит более надежно вот вот так мы размышляем что еще здесь изменилось изменились колеса колеса и нам уже делали такое замечание было предложение что колеса не очень хороши они проваливаются снег они узкие маленькие проваливаются мы сами тоже с этим сталкивались и поняли что да вроде бы вес оборудования небольшой но бывают ситуации разные трассы особенно после соревнований может быть размягченная разбита и тогда все это проваливается действительно снег мы поставили колеса такие же как на урале такие же как у нас на колесных блоках стоят так но вот это основные в общем то изменения которые мы внесли в эту конструкцию что касается самого сцепного устройства здесь все без изменений значит подъемный укладчик я уже это сказал остался без изменений в общем то да вот основные изменения то что у нас изменилось дышло приварили серьги и здесь и изменили транспортировочные колеса вот мы ждем ваших замечаний нравится вам что такие изменения произошли или вы считаете что что-то надо вернуть что что-то может быть сделать по-другому кстати да по поводу канистры мы дышло сделали таким образом что тут точно также можно подгрузить когда это необходимо на жестком снегу вот так вот вот такое изменение в нашем уральце это укладчик классической лыжни rf5 уралец эта схема подписывайтесь на наш канал ставьте лайк чтобы это видео могли увидеть больше людей и делитесь своими замечаниями в комментариях мы всем обязательно ответим пока